так друзья мы сегодня мы с вами будем делать колбаску я ее называю московской мелкозерновой и делаем ее из вот свининка у нас я уже порезал забыл камеру включить я думал что включена она не была включена ты порезал тут у нас получается полтора килограмма свинины полужирной это шея и вот у нас полтора килограмм чека говядины мякоть без разницы какую часть все но это все потом под мясорубку суть в чем мы короче нарезаем это все куски тому три четыре сантиметра засаливаем нитриткой пополам с поваренной но если нету нитритки можете сделать обычно по вами росту говядина от нитритки она еще темнее красивее будет выглядеть что приступим сейчас нарежем и я потом дальше все расскажу так ребят смотрите я говядинку вот порезал тоже кусочки такие вот у меня соль пополам поваренная нитритка ну я еще раз повторюсь можете обычно синить и таки нету но нитритная просто дает хороший цвет это у нас уже посоленная свинюшка новым цветами поэтому сейчас посолим я еще раз повторю в разных тарах засаливаем их говядину со свинины хорошо перемешаем распределилась у нас соль повторюсь соль у меня 35 грамм и ней нету полтора килограмма я 35 а так вообще 25 грамм на 1 килограмм сырья смотрите у меня тарта есть но у меня мало места в холодильнике отдельно с холодильника для колбас к сожалению это поэтому я вам сейчас покажу один лайфхак лайфхак потому что нам надо чтобы свинина и говядина и засолки дружи не касались вот мы вот так освобождаем место для говядины закидаем сюда говядину и все и засаливаем 3-4 дня все больше не надо при температуре 2-4 градуса на нижней полке есть холодильник и сенофроста можно все настроить двигаться себе у нас должно быть засолить 100 культуре плюс 2 тире плюс 4 вот так вот все так что сейчас мы это все пленочка накроем уберем холодильник ждем четыре дня дальше мы с вами встретимся итак друзья у нас прошло четыре дня я подготовил мясорубку и хочу перемалывать мясо мясо перемалываем отдельно сначала говядину затем свинину еще у нас будет хребтовое сало но мы его не перемалываем его просто мелко нарезаем его не засаливаем и обязательно следим чтобы температура фарша нашего не повысила плюс 10 градусов после того как перемололи мясо для того чтобы температура у нас не опустилась или не поднялась выше 10 градусов можно на полчасика убрать морозилку затем затем его достать и начать его руками интенсивно перемешивать надеваем обязательно перчаточку не просто резину под резину еще можно такой строители используют уже месить минут десять придется если температура градусов 5 то достаточно холодно будет больше минуты двух вы не сможете и замес фарша делаем до тех пор пока он не отчет слипаться между рук как начал слипаться можем опять отправить минут на 15 на 20 холодильник и за это время мы подготовим шприц как если достанем из шкафа все соберем на это время идет да и когда мы будем замес сделать когда мы добавляем уже наши все специи на видео этом добавил перчик у меня чеснок но я отошел немножко от рецепта добавил чуть больше потому что мы люблю остренькая шок колбаска была пикантная поэтому она мне будет называться московская по-кавказски затем добавляем наш фарш заранее приготовленное обычно хребтовое сало на 100 грамм на килограмм можно 110 плюс-минус так что мы делаем из сала берем кусок 300 грамм подмораживаем морозилки режем на слайсы а потом режем на маленькие такие по пол сантиметра кубики бланшируем это все заливаем кипятком хорошо бланшируем выливаем под проточной водой промываем потом закидаем морозилку каждый минут 15 мы перемешиваем чтобы кубики между собой не слипались это нам уже для того потом когда замес фарша делать добавлять чтобы у нас равномерное сало распределилась по фаршу перед тем как набить колбасный шприц фаршем мы замачиваем коллагенную оболочку минут на 10 на 15 для того чтобы она была эластичная и так одеваем нашу коллагенную оболочку на шприц выпускаем выдавливаем воздух из из пылица завязываем конец наши оболочки и начинаем набивать фаршем вот у нас появляется первый батон колбасы и так друзья у нас трех килограмм фаршем получилось 5 палочек колбасы вот так у нас выглядит такие вот красивые приятные да еще берем иголочку и если видим где-то воздушной пузырьки иголочкой их протыкаем и выпускаем воздух потом при готовке она все разгладится и будет все красиво друзья отправим нашу колбаску на 10-12 часов в холодильник затем при комнатной температуре дам время оттеплиться часов 5 и отправим в духовку первые 10 минут на 60 градусах у нас идет обжарка затем мы поднимаем до 90 и готовим до температуры 58 градусов внутри батона затем заливаем крутой кипяток в противень и готовим до температуры 68 внутри батона и температуру опускаем до 80 вот и все наша колбаска готова уже 68 градусов последние полчаса я готовил на 100 градусов потому что два часа она была у нее 64 65 никак этот барьер переходить не хотела все берем нашу у вас не отправляем тушеваться в холодную воду заранее подготовленную как говорится в крайне не следует холодная ледяная вода поэтому лучше можно литров 5 холодильнике охладить и тогда быстрее становится процесс готовки это на нашу колбаску сможем гораздо дольше хранить так что вот так вот ребята ну вот и все друзья колбаска наша готова вот она у нас в воде холодной подсточной сейчас подождем еще 15 минут достанем протрем ее уберем холодильник а завтра уже с утра сейчас 2 часа с утра и можно пробовать она будет готова ну а я потом продегустирую покажу расскажу как выглядит итак друзья пришло утро я решил вам показать как выглядит наша колбаска колбаска наша выглядит очень офигенно колор очень красивый но сейчас еще мы отрежем посмотрю как она у нас рыхлая нерыхлая да нет по срезу видно что у нас все обалденно однородная масса как я ее дегустирую ребята отдельно видео сниму и ссылка будет под видео в описании кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь оставляйте комент всем пока